Всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки и Ниндзя Легенды. И это 124 серия нового прохождения, в котором мы играем без доната и без вложений. Итак, у нас окончание турнира и у нас награда колода вот с ДНК Лео. Ну что ж, друзья, давайте-ка откроем и посмотрим, что здесь в середине. Итак, в середине у нас сюрикены 4550 штук, вот 10 ДНК Леонардо, 50 серебряных осколков и 30 золотых. Ну что ж, замечательно. Ну а сейчас позвольте передать привет всем нашим подписчикам и зрителям. И особый черепаший привет подписчику с ником Данил Панков, Ляпис и Передот, Русику, Феде и Савве Николаев. Друзья, большущий вам черепаший привет. Итак, друзья, из-за того, что мы с вами набрали достаточно серебряных осколков, у нас есть возможность поднять на серебряный ранг либо Паукуса, либо Донателло Мультяшного, либо Джастина, либо Кирби Мыш. Вот вы пишите в отзывах и комментариях, и в следующем видео я подниму героя согласно ваших отзывов и комментариях. Ну а сейчас давайте займемся прокачкой героев. И большинство подписчиков просили, чтобы я продолжал прокачивать Рафа. Итак, вот, кстати, подписчики просили, чтобы я еще усилил провокацию Рафа. Ну, давайте-ка, друзья, я сделаю так. Так, я сейчас подниму Рафа на один уровень, сделаю его 47-м. Вот, попробуй прокачать его провокации, но это будет сложно. Смотрите, здесь очень много надо собирать ингредиентов. Вот, можно было бы еще прокачать пассивку, но так как просили все-таки за провокацию, давайте-ка, друзья, я попробую побыстречку собрать эти ингредиенты. Итак, надо собрать один вот магнитофон. Вот, кстати, просили еще собирать ДНК Рокзара, заодно и выполню и это задание. Итак, по магнитофонам, по-моему, все. Да, вот, надо собрать телефоны. Вот, попробую поискать ДНК Джастина, либо вот телефоны просто из обычных миссий вот таких вот собирать. Вот, ну, давайте я все-таки совмещу сбор ДНК какого-то персонажа, плюс еще и вот сбор телефонов. Да, удалось это сделать. Отлично. Итак, что у нас делается? Осталось найти только вот двое наушников и мы сможем. Итак, есть возможность собрать ДНК Хана, либо вот Макмена. Ну, давайте-ка я попробую все-таки собрать ДНК Хана, все-таки это очень крутой персонаж. И, к сожалению, друзья, смотрите, ДНК Хана мы собрали, но телефон, наушники не попали. Ну, что ж, тогда я попробую какие-то более простенькие миссии активировать. Вот, и не удается. Возможно, здесь и здесь, да, здесь удача. Итак, по-моему, друзья, осталось найти только одни наушники и я выполню все задания. Есть. Что ж, да, есть возможность прокачать провокацию Рафа. Вот, развиваем ее до третьей ступени. Ну, и это здорово. Супер. Вот, дальше, кстати, давайте-ка я посмотрю, что просили подписчики. Итак, просили подписчики, чтобы я продолжал качать Лео, Джастина, Лео Классического, Кейси Мультика и Доним Мультяшного. Собирал ДНК Нейтрализатор, Рокзара, Паукуса, Кейси, Крипа, Бибопа, Железной Головы и все. Итак, друзья, причем за Рокзара и за Железную Голову было большинство подписчиков. Ну, Рокзара, по сути, ДНК сегодня я практически собрал. Вот, уже не хватает ингредиентов, но ничего страшного, сейчас я в магазин зайду и с тайной колоды соберу немножко пиццы. Вот, этого, думаю, нам достаточно будет, чтобы вот выполнить задание и собрать ДНК Рокзара и, возможно, даже удастся собрать ДНК Железной Головы. Сегодня, я думаю, друзья, кроме того, мы пойдем с вами по максимуму по турниру. Если останется время, еще пойдем по сценарию, но я, честно говоря, сомневаюсь, удастся ли нам это сделать. Так, Железная Голова, Железная Голова. Вот, давайте-ка посмотрим, что здесь делается. Вот, я, конечно же, попробую что-то собрать, но чтобы открыть этого персонажа, надо очень много собирать ингредиентов. Супер, ну что ж, все, что мог я сделал, потратил всю пиццу. Вот, кстати, чтобы открыть Железную Голову, мне еще надо собрать 34 ДНК, и тогда мы сможем его открыть. Ну, а пока давайте-ка мы соберем вот награды за сегодняшнее задание. Вот, и еще пройдем серию испытаний, чтобы получить награду ДНК Лео из мультика. Вот, Рафа, прошу прощения, Рафа мультяшного. Итак, смятение из другого измерения. Давайте-ка я задействую какую-то миссию. Конечно же, возьму моих самых сильных бойцов. Кстати, здорово, что мы с вами прокачали Рафа, хотя мне его сейчас надо будет где-то подлечить, потому что у меня все герои ранены. Напоминаю, смятение из другого измерения. Здесь нельзя, вот, от миссии к миссии надо подлечить, нельзя подлечить героев. То есть, если герой ранен, он и остается раненым. Вот только герои своими спецспособностями могут подлечивать. Итак, стоит ли использовать массовую атаку? Нет, пока приберегу массовую атаку. Вот, Раф не будет пока использовать провокацию. Попробуем Рокзар. Возможно, этот герой пусть использует провокацию. Ну, давайте-ка... Нет, не буду. Не буду. Да, вот, справились с первой волной. Переходим ко второй. Здесь всего лишь две волны. Очень надеюсь, что на Бакстера Стокмана. И да, у Лео есть возможность использовать массовую атаку. Вот, нанес целую кучу повреждений своим особым даром. Стальной Торнадо. И Бакстер Стокмана сейчас должен добить врагу, выпустив Маусера. Взрыв и... Ну, практически победа. Выжил Тигрин и Коготь, но Раф его добивает. Ну что ж, очень-очень круто и здорово. Сработала команда моих самых лучших и сильных персонажей. Вы видели, как здорово они уничтожили всех врагов. И сейчас мы собираем, конечно же, приятную награду ДНК Рафа из мультика. Супер. Еще один герой добавился в нашу коллекцию. Итак, сейчас у нас еще идут испытания. День Дони. Космические странности. Я, наверное, сделаю завтра отдельное видео, пройдя эти испытания. Ну, а сегодня давайте-ка пойдем с вами по турниру. Вот, попробуем за максимум задействовать всех наших героев в этой битве. Итак, самыми слабыми у меня являются это Микки из фильма, Бибаб Классический и Рок Стэди Кролик. Вот, и я не сомневаюсь, что наша команда сейчас победит идеальной победой, так как у врагов достаточно слабенькая команда. Ну, опять же, я вначале буду бить Голубя Пита, вражеского лекаря, чтобы он не подлечивал врагов. Вот, ранил его Микки из фильма. Враг атакует. Вот, продолжаем атаковать Голубя Пита. Да, отлично. И, по сути, у него уже не осталось здоровья. Супер. Вот, нейтрализатор контратакует и неожиданно своей атакой он очень много снял здоровья у Микки из фильма. Это плохо. Вот, если его сейчас атакует Бибаб, нам будет очень-очень тяжело. Итак, наверное, все-таки давайте-ка я добью Бибаба. Вот, а потом уже общими усилиями попробуем справиться с нейтрализатором. Итак, бьет нучаками Микки из фильма. Нейтрализатор его отстреливает. Бибаб бьет кулаком. И Рокстеги Кролик рубит его мечом и побеждает. Да, идеальная победа. Что ж, это было здорово. Ну, а мы продолжаем битву. Движемся по турнирной лестнице. И давайте-ка я возьму следующую команду. Вот, наши герои. Итак, следующим у меня является Голубь Питт. Бибаб Кролик. Ну, и давайте-ка возьмем кого-то посильнее, чтобы бой получился поинтереснее. Вот, взял Зака. Так. Баг Старомуху, конечно же, буду бить в первую очередь. Для этого Зак стреляет выстрелом из пальца. Ранит противника. А Голубь Питт его добивает. Отлично. Карай атакует. Ну, сейчас мы ее тоже попробуем добить. Вот, а Макмена оставим уже на закуску. Так, не удалось выбить Заку Карай. Но вот Голубь Питт своими забавными лапками добивает. Есть. Итак, Бибаб бьет хвостом пупочкой. Снимает большую часть жизни Макмена. Вот Зак тоже снимает часть жизни. И бой заканчивает уже Голубь Питт. Победа. Великолепно. Новая идеальная победа. И опять же, наша команда продолжает двигаться по турнирной лестнице. Прорываемся на вторую звездочку. Вот хороший результат. И давайте-ка я возьму следующую команду врагов. И, соответственно, следующую команду наших героев. Так, возьму-ка я Рафа. Возьму Микки оригинального. Да, Раф космический, я сказал. И Макмен. Вот этой командой пойдем в новую битву. Так, ну что ж. Продолжаем бить Керби-мыш вражеского лекаря. Вот мощный удар Микки оригинального. Враг выживает. Микки продолжает его пинать. Вот Макмен заплевывает кислотной отрыжкой. И да, враг уничтожен. Отлично. Вот Пакарай уменьшен урон. Поэтому я активировал атаку Рафа на Рафа из фильма. Вот Раф из фильма пытается как-то контратаковать. Ну, давайте мы будем пытаться добить уже подраненного противника. Есть. Макмен расплющивает Рафа из фильма. И у нас остался только герой Карай. Ага. Забрасывает нашу команду Кунаи. Массовой атакой. Но это уже не поможет. Есть. Победа. Просто-просто супер. Ну, что ж, друзья. Осталось только нам вот идти дальше. Идем дальше. Итак, 63 место. Отлично. Вот берем следующую команду. Вот давайте-ка возьмем вот эту. Так, кто у нас герой? Итак, беру классического Лео. Беру Эйпель Кунаичи. И давайте-ка возьму Микки Космического. Чтобы бой тоже был поинтересней. Так, что враги? Враги не атакуют. Тогда мы атакуем первым. И Микки Космический забрасывает врагов Космическим Маффином. Который подгрызает Эйприл Анил. Вот. Лео классически бьет мечом. И Эйпель Кунаичи добивает вражеского лекаря. Да, вот пошла ответка. Лео из фильма рубит. Макмен пытается на нас раздавить. Микки Космический, в свою очередь, контрадакует. И Лео классически добивает противника. Да, у врагов остался только Монстр Макмен. И мы по чуть-чуть, по капельке с ним мы снижаем его жизнь. И вот сейчас, я думаю, Микки Космический его добьет. Нет, не сумел. Вот все-таки добивающий удар наносит Лео классический. Кстати, круто выглядит. Здорово. Итак, очередная победа. Причем идеальная. Мы продолжаем двигаться по турнирной лестнице. Новое 27 место. Вот. И давайте-ка я возьму вот эту команду. Кстати, там Бакстер Стокман. Это немножко опасно. Так как он может выпустить Маусеров и подорвать всю нашу команду. Но все же я надеюсь, что мы справимся. Итак, итак, итак. Сейчас я попробую атаковать Бакстера Муху. А, смотрите. У нас сейчас есть возможность атаковать ракетным ударом. Есть. Армагон подрывает сразу же всех врагов. Наносит колоссальный урон. Но Бакстер Муха выживает. И да, друзья. Он сделал то, что я переживал, боялся. Он подлечился. И подлечил вражескую команду. Что ж, продолжаем пинать противника. Карай забрасывает нас Кунай. Очень неприятно. Армагон кусает. И все-таки добивает Бакстера Муху. Вот Мандагека бьет Карай. Противник выживает. Эйприл пытается ее добить. Не получается. И вот сейчас я чувствую, друзья. Придется нам воспользоваться исцелительными свойствами Эйприл Анил. Вот. Не будем рисковать. Пусть нас подлечит нашу команду. И Армагон наносит добивающий удар. Есть победа. Вот это совсем уже другое дело. Очень здорово прошли. Вот опять же прорвались Лигу Воинов на третью звездочку. Что, конечно же, здорово. И да, теперь у нас в битвах могут участвовать четыре бойца. Вот что, конечно же, опять же, замечательно. Итак, выбираю Лео Космического, выбираю Стиранка, выбираю Мутагеноида и выбираю Поливилизатора. Кстати, я практически сегодня потратил весь Мутаген. Поэтому постараюсь сегодня-завтра насобирать побольше Мутагена, чтобы, опять же, можно было прокачивать героев. Ну а пока Лео Космический стреляет, ранит вражеского героя Эпил Анил. Вот Микки классический прокачивает атаку. Ну а я пытаюсь добить Эпил. Поливилизатор бьет и, да, да, добивает врага. Есть. Итак, пришло время Стиранка. И смотрите, как здорово он стреляет из пулемета. Вот, практически уничтожил Макмена. Ну вот сейчас Мутагеноид добивает вражеского мутанта. Вот Лео Космический рубит мечом. Анил отлично уничтожает Микки. Вот, не понял, друзья, Микки был из мультика или классический? Ну, ничего страшного. Итак, Стиранка уничтожает уже нейтрализатора. И мы получаем идеальную победу в новой битве. Да, просто супер. Ну что ж, продолжаем двигаться по турнирной лестнице. Это у нас сейчас 55 место. И я беру следующую команду. Вот. Так, нейтрализатор, крысиный короб, Саблезуб, Кейси Джонс из мультика и Крип. А, на Криппа уже на пятого героя нет места, друзья. Хотел поставить пятого героя, пока еще рано. Пока еще рано, пока идем четверки героев, а там видно будет. Итак, Саблезуб бьет вражеского героя Лео. Тот выживает. Вот, крысиный король метает огромную крысу. Но, опять же, Лео выживает. Придется вот Кейси Джонсу из мультика добить противника. Да, ну вот. Супер. Герой уничтожен. А теперь попытаемся метнуть диски нейтрализатора. Ничего себе. С первого удара вынес Бибопа. Не ожидал. Не ожидал. Все-таки классный герой нейтрализатор. Так, тем временем Саблезуб бьет Лео Рафа из фильма. Крысиный король пытался запинать, не получилось. А вот Кейси Джонс при помощи пушки уничтожает противника. И да, нейтрализатор пытался добить Донни, не получилось. Саблезуб бил хвостом, не получилось. И вот только крысиный король сумел уничтожить врага. Просто здорово. Ну что ж, опять же, новая идеальная победа. Опять же, мы движемся по турнирной лестнице. 18 место. И я беру следующую команду. Вот. Давайте-ка возьмем какую-то необычную команду. Вот с Микеланджело из мультика. И возьму героя. Это Крип, из Микюн, Керби Мыш, Джастин и Донни из мультика. А нет, до Донни уже из мультика опять же нет места. Все время хочется, чтобы было пять героев. Пока их только четверо. Итак, тем временем враги атакуют. Вот досталось нашему герою. Но я думаю, друзья, не критично. Сейчас Керби Мыш попробует царапнуть Микки из фильма. Удалось неплохо. Вот. Змейкин бросает кусок слизи. И Джастин добивает противника ударами щуполис. Отлично. Вот дальше уже Крип кричит. Вот. Налаживает на врагов негативный эффект. Опять же, использует открабление. Вынуждая атаковать только его. А Керби Мыш использует массовую атаку ультразвуком. Кроме того, из Микюн забрасывает врагов шипами. И еще одна массовая атака. Джастин уже заплевывает врагов раскаленной слизью. Супер. Ну что же, друзья. Вы видели. Очень здорово мы сыграли. Конечно же, не удалось выбить Макмэна легко. Но, как бы, вчетвером бить от него достаточно легко. Вот поэтому мы, как бы, его запинали тоже без особых проблем. И да, наконец-то прорвались в элитную лигу. Вот. К сожалению, опять же, мы можем играть только четырьмя бойцами. Но после этой лиги уже, по-моему, будет пять героев. Итак, пока у меня доступны Донни, Пицелиций, Острозуб, Шреддер и Паукус. А Паукус уже нет. Уже не могу взять. Так как, опять же, ограничение всего лишь четыре человека. Итак, Шреддер бьет бак Старомуху вражеского лека. И тот выживает и восстанавливает силы и здоровье. Да, здорово, все-таки, что я не использовал массовую атаку. И так, иначе было бы плохо. Вот дальше уже Пицелиций забрасывает бак Старомуху. Вот, зомби-пиццей. Странно тут выживает. Но ненадолго Острозуб расплющивает противника. А Донни активирует дополнительную защиту. Вовремя. Враги атакуют. Вот, в свою очередь, Раф вызывает на бой. Ну, а я активирую особую способность Шреддера из мультика. Он посылает в атаку Ниниси, наносит просто колоссальный урон. Вот, враги тоже отвечают массовой атакой. Но, я думаю, раскаленный сыр Пицелицева уничтожит противника. Нет, на удивление, выжил Бибап. Вот, но ненадолго. Это Донни забрасывает его сюрикенами. И победа. Да, это было здорово. Что ж, хороший бой, хороший результат. Вот, интересно, насколько мы продвинемся по турниной лестнице. И с 81-го места я попадаю на 51-е. Вот, кстати, неплохо продвинулись. Так, давайте-ка я возьму врагов покруче, чтобы бой был поинтереснее. Вот, возьму эту команду. И возьму следующую четверку героев. Вот так. И пойдем и в эту битву. Так, что я могу сделать? Конечно же, атаковать Микки из фильма. Но, вначале Хан пусть наложит негативный эффект. Уменьшит защиту. Вот, Акарай забрасывает врагу Кунай. Очень хороший результат. Паукус плюется ядовитой слизью. И выбивает Микки из фильма. Да, кроме того, Крис Брэдфорд прокачивает дополнительную атаку. Ну, разбивая доску. И что дальше? Ага, Микки ролевой стреляет из вантуза. Ранит наш отряд. Вот, вредный пульверизатор наш дразнит. Вот, пытается что-то сделать Бакстер Стокман. А это уже ему не поможет. Удар по язвимым точкам Хана. И у пульверизатора практически не осталось жизни. Вот, Карай с легкостью его допивает. Просто, вот, выдыхая ядовитый порошок и отравляя противника. Здорово. Ну, что ж, элитная лига и 17 место. По-моему, это уже еще одна миссия. И дальше уже пойдет вот возможность играть пятеркой героев. Так, ну, давайте-ка я возьму самую сильную команду. Чтобы бой был поимпересней. Итак, Бакстер Муха, Раф. Вот, Ксевер Монтес и Бакстер Стокман. Ну, вот, такой командой можно ли играть против любого игрока. Очень крутая команда. Вот, сейчас попытаемся быстренько уничтожить Бакстер Муху. Наш Бакстер Муха заплевывает вражеского. Кроме того, Ксевер Монтес налаживает негативный эффект. Уменьшает защиту. Карай пытается забросать нас Кунаи. Но Бакстер Стокман выпускает Маусеров и подрывает врагов. И с легкостью уничтожает всю волну. Да, это было здорово. Это было здорово. С легкостью вот наша команда справилась. И да, мы прорвались в элитную лигу на две звездочки. И, как видите, сейчас у нам уже доступно пять бойцов. Что ж, давайте-ка я возьму команду. Лео Рокзар. А остальных героев давайте-ка я восстановлю, воскрешу. И сделаем еще финальную катку на сегодня. Итак, конечно же, я буду атаковать Лео. Вот для этого Рокзар метает когти. Очень хороший удар. Выживает Лео. Но ненадолго. Сейчас я его добью ударом Катаны с разворота нашего Лео Мультяшного. Вот великолепно. Вот дальше уже Ксевер Монтес налаживает негативный эффект. Уменьшает защиту. И Бакстер Стокман поджаривает врагов ударной волной. И, опять же, видите, мы получаем идеальную победу. Все-таки здорово, что я прокачал Бакстера Стокмана. Все его спецатаки. И, как видите, с какой легкостью он побеждает всех врагов. Просто супер. Ну что ж, друзья. Вот сегодня уже мы с вами, я считаю, очень даже неплохо сыграли. На этом я с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Ну а вы, конечно же, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях. Кого из героев усилить. Вот по укуса Донателло, Джастина, либо Кирби Мышь. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариях. Ну и самое главное, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.